Добрый день, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. И моя сегодняшняя лекция будет посвящена именно такой нозологии, как рак эндометрия. Бесспорно, она имеет отличие от той локализации, которая также входит в структуру онкогинекологической заболеваемости, о которой только что сказала Елена Александровна, и мой доклад является докладом при поддержке компании МИЗДИ. Два вопроса для голосования, как просили организаторы. И в первую очередь, какова эффективность химиотерапии первой линии лечения метастатической формы рака эндометрия? Более 80%, менее 10%, 20-50% и 70-90%. Каково мнение коллег? Прошу ответить. Ну, пока мы отвечаем, я хочу напомнить, что, конечно, рак эндометрия относится к наиболее благоприятным локализациям и имеет высокие показатели выживаемости, если заболевание выявлено при первой-второй стадии распространенности опухолевого процесса. И, конечно, те основные принципы лечения, которые на сегодняшний день есть в онкогинекологии в плане рака эндометрия, они также имеют свои принципиальные отличия. И абсолютно правду, коллеги, 56,3% ответили именно те показатели эффективности химиотерапии. Первой линии лечения рака эндометрия – это от 20 до 50%. И второй вопрос для голосования. Все-таки какие наиболее часто используемые методы лекарственной терапии на сегодняшний день, в 2020 году, при лечении метастатических форм заболевания? Это химиотерапия и гормонотерапия. Химиотерапия, иммунотерапия, гормонотерапия. Гормонотерапия в сочетании или плюс иммунотерапия. И химиотерапия, иммунотерапия, гормонотерапия и антиангиогенная терапия. Понятно, что все 4 основных метода лечения имеют право на существование при лечении метастатических форм рака эндометрия. 10 секунд уже прошли. Они длятся подозрительно долго. Я никогда не знала, что 10 секунд так долго длятся. Вы видите, на сегодняшний день практически 46% наших коллег ответили, что химиотерапия, гормонотерапия являются наиболее часто используемыми методами лекарственного лечения при этих форм опухоли. Как уже было сказано, что в структуре онкогинекологической заболеваемости основные локализации – это рак яичника, рак шейки, матки и рак эндометрия. Рак эндометрия является ведущей локализацией в структуре онкогинекологической патологии. В структуре заболеваемости женского населения эта локализация составляет 8% в нашей стране. Как я уже сказала, в основном это первая и вторая стадии распространенности опухолевого процесса, на третью стадию примерно приходится 8,5%, а на четвертую – 6% из первично выявленных случаев рака эндометрия. Средний возраст заболевших – 63 года и показатели одногодичной выживаемости – около 8%. Та дуалистическая модель рака эндометрия десятилетия на сегодняшний день определяла подходы к лечению этих пациентов. Вы видите, что это совершенно разные типы рака эндометрия. И те исследования, которые начаты были в 2000-х годах, и в 2013 году мы впервые увидели новую классификацию рака эндометрия. Именно использование иммуногистохимического исследования определили на сегодняшний день новую геномную классификацию рака эндометрия, которая выделила ультрамутированные опухоли. Далее это опухоли, которые имеют высокий уровень микросателитной нестабильности, эндометриоидный тип рака эндометрия и сирозоподобные. Однако на сегодняшний день, как в практических рекомендациях по лечению рака тела матки и сарком матки, геномная классификация не включена так, и она не имеет четкой клинической принадлежности, например, по аналогии с опухолями молочной железы и опухолями толстой кишки и так далее. Более того, на сегодняшний день, к сожалению, не существует рекомендации иммуногистохимического исследования или проведения молекулярно-генетического анализа для первичных пациентов, у которых диагностируется рак эндометрия. На сегодняшний день мы используем классификацию Всемирной организации здравоохранения, морфологическую классификацию рака эндометрия, а для определения тактики ведения пациентов с точки зрения адъювантной терапии мы используем группы рецидива рака тела матки, которые были предложены еще в 2016 году, которые определяются как низкий, промежуточный, промежуточный, высокий и высокий. Наиболее значимый аспект с точки зрения рисков развития метастазов, лимфатические узлы – это лимфоваскулярная инвазия, которая определяна как самый сильный независимый фактор риска метастазов, лимфатические узлы и снижение показателей выживаемости у пациенток с эндометриоидной аденокарциномой. И эта группа пациентов даже при первой-второй стадии распространенности опухолевого процесса требует адъювантной лучевой терапии. Что касается лекарственного адъювантного лечения, то на сегодняшний день определены аспекты, связанные с тем, что если у нас пациенты первой-второй стадии распространенности опухолевого процесса с промежуточным риском рецидива, брахиотерапия принципиально снижает риски развития местного рецидива, использование химиотерапии на ранней стадии с целью адъювантного лечения не продемонстрировало преимущество показателей выживаемости. Что касается пациентов третьей стадии распространенности рака эндометрия, то здесь с точностью все дан наоборот. Вот адъювантная химиотерапия показана этим пациентам, а вот роль лучевой терапии для пациентов третьей стадии заболевания ставится под сомнение. Адъювантная гормонотерапия не продемонстрировала свою эффективность, и стандартные режимы лечения, которые всем известны на сегодняшний день, с включением покликтоксела горбоплотина, имеют те показатели объективного ответа от 17 до 57%, о котором я уже спрашивала в моем первом вопросе. Режимы лекарственного лечения рака тела матки для второй линии также определены, в наших клинических рекомендациях 2020 они также включены, а добавление антиангиогенной терапии дает плюс 5 месяцев в выживаемости без прогрессирования у этих пациентов. Что касается эффективности химиотерапии рака эндометрия второй линии, то вы видите, к сожалению, по всем исследованиям частота объективных ответов колеблется от 0 до 37%, а распространенность признаков микросателитной нестабильности в опухолях эндометрия показала наиболее высокую частоту встречаемости среди всех злокачественных опухолей. Также мы знаем, что высока встречаемость и при раке желудка, и при раке толстой кишки. Поэтому на сегодняшний день определение микросателитной нестабильности, признаков микросателитной нестабильности при распространенном и метастатическом раке эндометрия является целесообразным в связи с частотой встречаемости от 15 до 50%. Отсутствие эффективных опций для более чем второй линии лечения и высокой эффективности такого препарата, как пембролизумаба, до 21%, который представляет собой селективное гуманизированное моноколональное антитело. И в 2017 году пембролизумаб был одобрен FDA для лечения солидных опухолей с наличием микросателитной нестабильности или с нарушением в системе репарации ДНК. Исследование КИНОТ-158, оно уже во многих докладах цитировалось, показало, что длительность ответа у пациенток с эндометриальным раком при наличии признаков микросателитной нестабильности не было достигнута. Показатели без рецидивной выживаемости, показатели выживаемости без прогрессирования у этих пациентов в течение 12 месяцев исследования составляли 60%, а общая выживаемость у пациенток с эндометриальным раком при наличии признаков микросателитной нестабильности при наблюдении пациентов на 24 месяца составила 70%. Что касается иммуноопосредованных неблагоприятных явлений, у пациенток эндометриальным раком, которые получали пембролизумаб, то они были отнесены к группе редких событий и не требовали коррекции лечения. Обратите, пожалуйста, внимание, так как у нас эволюция лекарственного лечения и всегда мы говорим о перспективах, то я привела в своем докладе рекомендации НСН на уже 2021 год, который включает пембролизумаб для лечения этой группы пациенток и еще другие рекомендации, о которых я скажу ниже. И мне хотелось бы привести наш клинический случай полного регресса метастатического очага рака эндометрия на фоне терапии чекпоинт-ингибиторами. Этот случай уже опубликован. Пациентка 67 лет в марте 2016 года обратилась по поводу жалоб на мажущие кровенистые выделения из половых путей, была обследована, установлена диагноз рака эндометрия, первая Б-стадия, выполнена пангистероктомия в апреле 2016 года и морфологически верифицирована умеренно дифференцированная эндометриоидная аденокарцинома, первая Б-стадия с экспрессией рецепторов эстрогена в 95% клеток и прогестерона в 90% случаев. Учитывая промежуточный риск развития рецидива заболеваний, пациентке рекомендовалось динамическое наблюдение. В мае 2019 года пациентка обратилась в связи с появлением жалоб на боли в нижних отделах живота и постепенно увеличивающимся уплотнением в области пупка. Была выполнена компьютерная томография и установлено прогрессирование опухолевого заболевания, выявлены конгломераты сливающихся узлов образований в объеме более 4 см, неоднородной структуры и неравномерно сливающихся конгломератами в передней брюшной стенке. Была начата стандартная химиотерапия по клетоксилскорбоплотинам. После трех циклов отмечалось уменьшение образования передней брюшной стенки в рамках стабилизации опухолевого процесса и было принято решение продолжить лечение до 6 циклов. По данным компьютерной томографии у органов брюшной полости в октябре 2019 года отмечалось значительное уменьшение размеров новообразования до 21 на 27 мм в околопопочной области и до 41 на 17 мм в мышцах правой половины передней брюшной стенки с наличием зоны некроза. Было выполнено хирургическое лечение в связи с сохраняющимся болевым синдромом и гистологическое исследование с последующим иммуногистохимическим анализом, где были подтверждены признаки микросателлитной нестабильности. С учетом типа опухоли и иммуногистохимического профиля, отсутствие висцерального поражения и выполнение объема хирургического вмешательства, было все-таки принято решение назначить во второй линии гормонотерапию ингибиторами ароматазы. Назначен был литрозол 2,5 мг в сутки ежедневно с ноября 2019 года. Через 3,5 месяца от начала терапии у пациентки зарегистрирован был рецидив заболевания в виде образования подкожно-жировой клетчатки около попочной области размером 35 на 20 на 23 мм. И с 18 марта 2020 года пациентке был назначен пембролизумаб, и после пятого уже введения был зарегистрирован полный регресс метастатического очага, и в последующем пациентка продолжила лечение. На сегодняшний день после 11 введений пембролизумаба не было никаких признаков, связанных с осложнением в лечении неблагоприятных явлений и признаков прогрессирования опухоли на сегодняшний день не выявлено, пациентка продолжает лечение. Данные клинические случаи демонстрируют высокую эффективность пембролизумаба при метастатических опухолях эндометрия с признаком микросателитной нестабильности, и определение статуса и признаков микросателитной нестабильности может помочь в выборе лечения. Однако на сегодняшний день комбинация линвотиниба с пембролизумабом при распространенном эндометриальном раке была зарегистрирована и для групп пациентов, которые не демонстрируют признаки микросателитной нестабильности. И мы знаем, что линвотиниб – это мультикиназный ингибитор рецептора фактора роста эндотелия сосудов, факторов роста фибробластов и тромбоцитарного фактора роста. И в сочетании с пембролизумабом у этой группы пациентов вы видите, какие великолепные результаты были достигнуты независимо от гистологического подтипа рака эндометрия. Таким образом, на сегодняшний день комбинация линвотиниба и пембролизумаба показала активность при лечении распространенного рака эндометрия, прогрессирующего на предыдущих линиях, независимо от статуса MSI и PDL1. Ответы достаточно глубокие, стойкие. Профиль безопасности также очень важен для этой категории пациентов, потому что, как я уже сказала, это уже вторая и последующая линия. Хотелось бы напомнить об основных принципах лечения и редких гистологических форм рака эндометрия. Напомню, что при серозном и светлоклеточном раке эндометрии уже при первой B стадии и выше необходимо проведение химиотерапии с или без сочетно-лучевой терапии, а при HR2-позитивном положительном статусе серозного рака эндометрия, при добавлении транстозума в клетоксилоскопоплотину, увеличивает выживаемость без прогрессирования до 12,6 месяца по сравнению с просто проведением химиотерапии при выживаемости без прогрессирования до 8 месяцев. И продолжаются бесспорно исследования, которые мы ожидаем, их результаты в ближайшее время. Это сочетание использования литрозола и веролюмуса для лечения прогрессирующих метастатических форм рака эндометрия и литрозола с пульбоциклимом, которые показали блестящие результаты в лечении пациентов рака молочной железы. Спасибо огромное за внимание.